Привет, друзья! Меня зовут Владимир Поляков. Я инструктор-тренер по техническому дайвингу. Я хочу вам представить новую линейку технических курсов от НДЛ. Что такое технический дайвинг? Многие начинающие дайверы не совсем верно себе представляют, что такое технический дайвинг. Многие считают, что это работа под водой. То есть технический дайвер это тот, кто под водой крутит гайки, варит трубы, монтирует какое-то оборудование. Друзья, такие люди называются водолазы. Они оканчивают профессиональные заведения, называются они морские водолазные школы. Получают дипломы, потом идут на работу и им там платят деньги. То есть это люди, которые работают за деньги. Технические же дайверы совершают погружения для своего удовольствия. И тратят на них, кстати, немало денег. Потому что и оборудование, и сами такие погружения стоят немало. Вы спросите, а чем тогда технический дайвинг отличается от обычного рекреационного дайвинга, если человек погружается за свои деньги и ради своего удовольствия? Я вам отвечу. Все технические погружения соответствуют одному из нижеперечисленных параметров. Первый параметр. Если погружение совершается на глубину более 40 метров, это технический дайвинг. Второй параметр. Если во время погружения у нас присутствуют какие-то надголовные среды, то есть мы не можем напрямую всплыть на поверхность. Например, если мы погружаемся в пещеру, в затонувший корабль. Это технический дайвинг. Если во время погружения у нас возникают декообязательства, то есть мы превысили наш бездекомпрессионный лимит, и не можем просто напрямую, сразу, немедленно начать всплытие и всплыть на поверхность без совершения обязательных декоостановок. Это технический дайвинг. Если во время погружения мы дышим различными газами во время одного погружения, то есть у нас есть несколько баллонов, и мы переключаемся между ними. Это технический дайвинг. Кроме этого, технический дайвинг требует от нас хорошей физической формы, занятие это нелегкое и высокой стрессоустойчивости. В техническом дайвинге существует ряд правил. Первое и самое важное правило технического дайвинга – всегда ныряй по плану. Что оно означает? Все технические погружения совершаются не на обум. Вы сначала составляете план погружения, в котором учитываете все ситуации, все вещи, которые вам могут понадобиться. Сколько газов, сколько баллонов, какие баллоны, какой маршрут, сколько мы будем спускаться, сколько проведем на дне, как мы будем всплывать, где мы будем останавливаться, сколько остановок. И потом этот план выполняется под водой во время погружения. Планируй свое погружение и ныряй по плану. Как я уже говорил, технический дайвинг имеет несколько направлений. Первый – это глубоководный дайвинг. Второе направление – это погружение в пещеры. И третье направление – это погружение на затонувшие объекты – корабли, самолеты, подводные лодки. Все эти погружения имеют ряд схожих моментов, но в то же время, каждое из этих направлений требует соблюдения определенных процедур, свойственных только для конкретного данного типа погружения. Для совершения технических погружений используют более сложные конфигурации снаряжения. Они требуют от дайверов прекрасного знания этого снаряжения, умения им управлять, контроля своего тела. Также для технического дайвинга используют различные дыхательные смеси. Это могут быть смеси на основе азота и кислорода, так называемые нейтраксы. Может быть чистый кислород использован. Используются смеси Trimix, в которых, как один из компонентов, входит гелий. Также мы используем для технических погружений аппараты замкнутого цикла, так называемые ребризеры, которые значительно помогают экономить количество потребляемой смеси во время погружения. Каждое техническое погружение требует причин для его выполнения. Второе правило технического дайвинга гласит, польза, полученная от погружения, должна превышать риски для его выполнения. Перед тем, как совершить любое техническое погружение, дайвер должен ответить для себя на три вопроса. Первый. Для чего я совершаю это погружение? Какова его цель? Второй. Достаточно ли у меня опыта и навыков, чтобы совершить это погружение, не превышая степень комфортного для меня риска? И третий вопрос. А превышает ли выгода от этого погружения, та польза, которую я получу, тот риск, на который я иду, чтобы сделать это погружение? А вот уже потом, после оценки всех рисков, технический дайвер принимает решение, совершать погружение или нет. При этом он руководствуется третьим правилом технического дайвинга. Любой дайвер в любой момент может отказаться или прервать погружение, известих об этом напарников. Что это значит? Если вам кажется, что что-то не так с вашим оборудованием, что что-то не так с газами, вы не уверены в своих напарниках или вы не уверены в своих силах, может быть, вы себя не очень хорошо чувствуете, в любой момент вы можете сказать «Пардон, парни, сегодня без меня». И никто не может вам попенять за это. Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука. Нет, не возьму. Ну почему вы отказываетесь? Не хочу. Ведь если вам кажется, что что-то не так, на это есть какие-то основания. И не обязательно они могут быть столь явными. Даже то, что вам кажется, что у вас какие-то проблемы, то есть вы не уверены, уже является причиной для того, чтобы не делать это погружение. Одним из основополагающих принципов подготовки технических дайвингов является принцип самодостаточности дайвера. Что означает этот принцип? Это совсем не значит, что дайвер, самодостаточный дайвер, совершает погружение в одиночку и не нуждается в напарниках. Технический дайвинг – это командный вид погружения. Всегда технические дайверы работают в команде. И от слаженной работы команды зависит безопасность погружения. Каждый технический дайвер должен быть в состоянии устранить все проблемы, возникшие во время погружения. Данный принцип означает, что технический дайвер, в первую очередь, не должен создавать проблем для других членов команды. Это не значит, что помощь не будет оказана. Помощь будет оказана, но она не является обязательной и не необходимой для него. То есть он самостоятельно должен справляться с любыми проблемами. Хороший технический дайвер должен обладать всеми знаниями и навыками для совершения безопасных погружений на уровне его сертификации. Ну а теперь о грустном для многих. Вам придется учиться. Вам придется вспоминать физику, математику, химию, биологию, анатомию, да даже, черт возьми, физкультуру. Базис теоретических знаний в техническом дайвинге является основой для понимания процессов, которые происходят с организмом под водой во время декомпрессионных погружений. Эти знания помогут вам избежать многих проблем. Таких, например, как декомпрессионная болезнь или кислородное отравление. Вам придется поработать над собой и в плане физической подготовки. Техническое снаряжение весит много, не один десяток килограмм, а с ним надо еще и ходить, вставать, надо управлять им под водой. Поэтому, если вы ведете малоактивный образ жизни, типа диван-офис-диван, то советую вам, до того, как прийти заниматься техническим дайвингом, начните с занятий в спортзале или с утренних пробежек на свежем воздухе. Ведь когда вы придете на курс, с вас спросят. И вам придется соответствовать тем требованиям и нормам физической подготовки, которые предъявит вам инструктор. И никаких оправданий он не примет. Вы все говно! Мы все говно! Говно должно говорить громче! Мы говно! Ну а если вы пришли на курс, то готовьтесь к серьезным тренингам. Вас будут заставлять выполнять одни и те же упражнения много раз, до тех пор, пока вы не доведете их до идеала, пока инструктор ваш не прихратит, хмурится, когда он видит вас, как вы выполняете это упражнение. Вам будут устраивать различные стрессовые ситуации. С вас будут срывать маску, будут ставить регулятор на фрифло, вам будут гасить фонари. Можно придумать очень много различных стрессовых ситуаций для дайвера. Вы спросите, а для чего все эти издевательства? Есть только одна цель. Довести ваши навыки самоспасения и контроля до совершенства. Только в этом случае инструктор будет уверен, что после окончания курса вы сможете самостоятельно, безопасно совершать технические погружения. Отточенные, доведенные до автоматизма навыки плавания, контроля и управления своим снаряжением сводят к минимуму возможность возникновения нештатных ситуаций под водой. И в случае возникновения каких-либо поломок или неисправностей дают все основания полагать, что дайвер справится с решением этой ситуации и не создаст проблем ни себе, ни напарникам. А теперь немного рекламы. Если вы решили заняться техническим дайвингом, можете обращаться к нам. Ссылка на наш сайт в описании. Мы занимаемся техническим дайвингом и обучением техническому дайвингу в России и за рубежом. Мы обучаем дайверов и проводим подготовку инструкторов. Мы планируем записать целую серию видеороликов о курсе технического дайвинга, в которых подробно будем разбирать все вопросы, связанные с теорией технического дайвинга. Поэтому подписывайтесь, следите за нашими новостями. Продолжение следует...